так принесли вот такую головочку с приоры 16 клапанной порвался ремень и загнула клапана они ремень поменяли думала не загнула завели компрессии нету во втором в третьем и в первом в первом видно что клапан загнула вот он прям и вот следы от ударов вот вот на вы на впускных тоже вот удары есть здесь тоже вот они следы здесь вот следы есть в третьем тоже по обоим клапанам а вот в четвертом все ништяк но хотя тоже вот два следа есть в общем сейчас разберем посмотрим какие клапана я вадим ставьте палец вверх если вам нравится и подписывайтесь поехали так ну вот разобрал вот этот сразу видно что он гнутый невооруженным глазом сторону теперь берем шуруповерт и каждый клапан вставляем и проверяем чтобы у нас не вилял не являлась шляпка это ровный вот сюда это же целый этого у нас получается 4 впускных и 6 выпускных вот идет кривые так вот в общем купили комплект клапанов потому что комплектом дешевле получается чем по одиночке а так мы взяли комплект сейчас заменим все сразу копачки зелемосъемные так и теперь нам надо такие пятаки приклеить на клапана туда на шляпку чтобы притереть их ну как притереть чтобы снять вот эту черноту и посмотреть как клапан прилегает чё с гнездом здесь и все притирать надо будет так нагреваем клапан сильно его греть не надо так чтобы у нас битум расплавился приклеим на обычный битум он потом и солярочка хорошо отмывается вот так вот то и кладем сверху пятачок так вот свои даем остыть и так ну вот в общем вот так вот все приклеили не такая палка с отверстиями и как раз по 16 клапанов у меня 16 пятаков ну так вот ну и теперь пока остывает мы сейчас снимем старые маслосъемные клапачки так берем клапан старый за самой засовываем сюда его и мне пускогубцы у так вот заточены сделанные чтобы клапачки специально снимать вот так вытаскиваем это для того чтобы не сломать направляющую нам так ну все нас клапана остыли и начинаем по порядку берем пасту не вот такая синяя намазываем на клапан прямо такой вот колбасочкой ну так вот так берем пружинку вставляем в клапан и так вот перед этим головку выставили чтобы у нас все два клапанов были на одном уровне на горизонтальном уровне и берем дрель я всегда ручной дрелью вот такая вот лопаточка вот для чего мы и таки эти и приклеивались провели и пошли вот так вот два три оборота вперед два три оборота назад так вытираем клапан и смотрим что у нас по кругу клапану так вот был матовая полоска как показать то вот так вот все началось клапан ровный и берет везде ровненько и так же смотрим седло клапана вот так вот чтобы было все чистенько полностью по кругу все и таким образом сейчас все клапана проходим так ну вот клапана все притерли полностью снимаем сейчас пятачки так вот молоточком потихонечку ударяем все у нас он отлетает все и здесь сейчас вымываем все солярки битум и от посты остаточный и промываем головку тоже сейчас все от мою обязательно промыть надо прям ершиком вот эти места и сами направляющие маленьким ершиком надо все про промыть все солярки так ну вот в общем все у нас чистенько все притерли все и клапана также все одинаковые вот этот полосочка мата везде есть так все теперь берем клапан немножко смазываем маслицем ножичку это супер это супер все теперь вставляем маслосъемные колпачки берем головочку на 11 длинную и засовываем так и у меня такая вот самодельная рассухарка засухарка прикручиваем посередине между клапанами так вставляем колечко сразу под пружину шайбочка и саму пружину вместе с тарелкой сразу говорю процедуру это не очень легкая не очень быстро берем пинцетик сухарик ну и вдавливаем и ставим так вот один есть 2 сейчас уже будет сложнее запихать ну так вот и сразу 2 тоже засухариваем но перед тем я как засухаривать тряпочку под низ под клапана еще надо было подложить ну вот в общем все собрали все засухарили все ништяковское все можно ставить понравилось видео ставь палец вверх и подписывайся все